Президент России Владимир Путин Ситуацию для накануне ТВ прокомментировал политолог, декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. А справедливая Россия ведь всегда выступает за справедливое ЖКХ, за справедливость в отношении капремонтов. А это уже второй подобный скандал за последнее время. В Свердловской области Александр Караваев вот тоже проштрафился на капремонтах. Теперь переселение из Ветхого Шилья в Забайкалье провалилось. Это опасная перед выборами тенденция, однако эксперт именно предвыборной подоплеки тут не видит. Как показывала практика последних лет, старались среди губернаторов были представители отдельных оппозиционных партий и течений. Поэтому на деятельность многих из них просто, как говорится, ну где-то закрывали глаза и их, в общем-то, особо не прессовали. Как показывает у нас сейчас региональная жизнь, некоторые даже довольно эпатажные персоны, ну не губернаторского, но там мэрского уровня, типа Ройзман, да, несмотря на свою довольно там вызывающую позицию, тем не менее не подвергаются каким-то санкциям со стороны федерального центра. Поэтому, мне кажется, здесь вряд ли имеет место какая-то предвыборная подоплека. Скорее просто, в общем-то, губернатор, наверное, не справился со своими обязанностями. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».